Ребята, всем привет! Это канал JoyWare, с вами снова Джо, и сегодня мы начинаем с вами новую серию, а именно серию прохождения игры Room World, и возможно мы даже достигнем каких-нибудь успехов. Перед тем, как погрузиться в создание персонажей и во всё остальное, заострю немного внимания на модах, которые будут использоваться. Большинство из них влияют очень косвенно на игровой процесс, но тем не менее стоит отметить, что и как. Итак, начнем с того, что Core это основной мод. Я не буду подключать Royalty пока. Если захочется пройти по этой ветке и повыполнять квесты, отпишите в комментариях, добавим Royalty и будем выполнять квесты. Garmini дает возможность подключать другие модификации, необходим как ключевой элемент между некоторыми из модов. Smart Speed дает возможность ускорять игровой процесс даже в моменты великой опасности. Ну, это нормально, это нормально. Иногда бывает на тебя случается рейд, и ты не можешь ускорить этот весь процесс. И пока противники там в течение полдня готовятся, всё очень медленно, нельзя ускорять, и это уныло. И вот эта штука исправляет эту ситуацию. Search Bar добавляет строку поиска. Можно легко находить рецепты, находить предметы, которые желаешь построить. И в целом очень удобный мод, облегчает жизнь. Everybody gets one. Добавляет строку при создании предметов или оружия. Создать достаточное количество для всех жителей твоей группы, что ли. Всех выживших. И не надо выбирать сколько там, 4, 5, допустим, 10 сделать. Ты просто говоришь всем. И если у кого-то портится, то ремесленник приходит и делает ещё. Отличная штука, облегчает жизнь. Interaction Bubbles добавляет пузыри, как в комиксах, в которых написан текст или какие-то сообщения, или какие-то мысли персонажей. Просто добавляет немного мимишности. Ахтунг, крутая модификация, позволяет насильно заставлять, я не знаю, как их правильно называть-то, выживших, персонажей делать то, что ты хочешь. Даже при условии, что они не хотят этим в данный момент заниматься. Ты можешь сказать, типа, иди, сруби дерево. В простой ситуации ты можешь назначить персонажа руби дерево, но он, допустим, чем-то занят. Ну, с модом Ахтунг ты можешь заставить его это сделать. Hack Sleep, дополнительная модификация, которая является связующим звеном для других модов. Allow, Allow Tool. Также добавляет дополнительные различные менюшки для взаимодействия с миром. Например, выбрать все похожие растения. Например, там, лечебный корень, ты можешь один выбрать, и через дополнительное меню сказать, что выбрать все на карте. И персонажи, соответственно, кто занимается растения водством, будут искать и добывать все лечебные корни. Ну, что-то такое. Expanded Context Menu. Разширяет контекстное меню. Изи, изи, что еще объяснять? Изи Speed Up. Четвертую скорость добавляет, четвертую иконочку. И еще быстрее. Toggle Harvest. Я все еще не могу придумать, как называть персонажей наших. Ну, допустим, выживальщики. Ты можешь запретить им добывать растения. Например, ты можешь выделить грядку и сказать, вот, ее не надо добывать. И все. И как бы не более того. Просто запрет. Они обходят ее мимо, не трогают. Range Fighter. Крутая утилита, крутая модификация. Через Control, выбрав одного из персонажей, можно узнать, на какую максимальную дистанцию он может стрелять. Из огнестрельного оружия, например. Удобно. Recipe Icons. Добавляет маленькие иконочки еды. Или других крафтовых предметов. Не более того. Pick Up and Hall. Персонажи будут загружать в свой инвентарь определенные предметы для переноски. Очень удобно. Они могут там нагрузить, допустим, немного железа. В зависимости там. По-моему, это фиксили. И там с умом это работает. То есть, в зависимости от силы персонажа, от его навыков, от его веры. Веса, от его пола. Он может переносить определенный вес предметов. Ну и, соответственно, исходя из этого, он может какое-то количество камней или железа в свой инвентарь напихать и переносить. А не носить по одному предмету в руках. Как это в стандартной игре выглядит. И DBA, Prepare Carefully, необходим нам для того, чтобы создать персонажа, которого я задумал. Но об этом чуть позднее. Extra Alerts дополнительные добавляют предупреждения о том, что там испортилась одежда, что-то невозможно. Или там врага сбили с ног. Или там зверь напал на кого-то, на чего-то. Просто дополнительные предупреждения. AutoCAD Blight, пораженные растения, автоматически кучей уничтожаются, чтобы зараза не распространялась между цветочками. Осталось еще несколько штук. Держитесь, мы сейчас приступим к игре. Ah, You Got Me. Отличный мод. Иногда бывают, случаются социальные взаимодействия между персонажами вашего поселка. И часто они заканчиваются тем, что один другого вырубает. Вот этот мод помогает тем, что персонажи не вырубают друг друга, а драка останавливается в тот момент, когда один из драчунов на лоу хп находится. Не обязательно вырубаться. Он просто сдается и все это заканчивается. Common Sense, или здравый смысл, добавляет немного ума нашим персонажам, и порой они выполняют какие-то вещи на автомате. То есть, если у него грязная комната, здравый смысл, наверное, убраться в комнате. Или если на кухне заляпана всю кровью, и у него нет других задач, он пойдет и почистит это место, чтобы не подвергать заражению пищу. Ну, или что-то такое. Срабатывает как-то через раз, на моем опыте, но лучше иметь этот мод, чем не иметь. Он просто немножко улучшает жизнь. Level Up. Появляется стрелочка каждый раз, когда персонаж апает какой-нибудь скильчик. И не более того. Nabers добавляет вкладочку, в которой можно посмотреть различные значения скиллы персонажей, одежду, которая на них надета, типа лечения, оказываемые им, и все в этом духе. Тоже дополнительная информация, как бы не обязательно. А список модификаций вы можете посмотреть у меня в стиме, кто у меня в друзьях есть, кого нету, добавляйтесь. Перейдете в мастерскую, посмотрите, что у меня добавлено. У меня есть еще куча других модификаций, которые уже более хардкорно так влияют. Там добавляют новые карты, добавляют новые механики, добавляют... Я не буду рассказывать, что они добавляют, но если вам интересно, вы всегда можете перейти и посмотреть. И, в общем-то, с предисловием закончили, ребята. Давайте создадим новое поселение. Давайте создадим неприкрытая жестокость, голенький персонаж, без одежды, без ресурсов, без еды. О, черт возьми. И, 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 рассказчик. Достаточно интересный аспект в Римворлде. Тут можно выбрать из этих трех в данном случае. С помощью модификаций можно добавить других рассказчиков. Каждый из них имеет свой специфичный подход к рассказу истории. Можете увидеть описание. Многие из них, ну, как минимум эти две барышни, достаточно приятны в общении. И ход развития истории, в принципе, очень даже логичный. Он начинается достаточно просто и со временем становится все сложнее. Другое дело, вот этот поехавший дядька, которого мы, кстати, выберем. Его, его истории хардкорнее. Его истории интереснее. Этот черт может в начале игры закинуть тебе космодесант на базу, который просто зачистит тебя в первые же пять минут. А может, десять раз подряд закинуть тебе ресурсов, караваны, рабов и чего угодно другого. Начнем с ним. Максимальный уровень сложности с сохранялками, потому что с использованием модов бывает часто ломается сохранение, или игра крашится, чтобы можно было просто время от времени сохраняться и возвращаться к сейву. Рандом Рэнди. Максимальная сложность. Проигрывать весело. И погнали. Выберем 50%. Заролим какой-нибудь тюлень. Отлично. И есть карта. Давайте поищем какую-нибудь локацию, на которой нам будет интересно тусить в этой игрушке. Черт. Предвкушаю старания. Скажу честно, это уже моя вторая запись, потому что во время первого прохождения на десятой минуте прямо внутри моего убежища вдруг решила с ума сойти крыса. Во, агрессивные животные пошли. А у нас нет дверей. А кто агрессивные? Кто это? Шо это за зверь? Агрессивная крыса. Джо, ну мы ща погибнем с тобой, если она тебя ранит. Ты понимаешь, что это значит? Ты насмерть погибнешь. Девятнадцать четыре. Джо, 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 Джо. Джо, Джо. Джо, она тебя убивает! Сука! Где она? Ей... А, вот она. Если ты умрешь от крысы, я... Ебись, она меня вообще съела! Она мизиня с на левой руке мне съела! Джо, брат, был ужасно. Самолечение. Лечить себя. Она все еще жива! А че, она не одна? К бою. Джо, Йомале. Йомале. Ты гонишь! Сука! Она так сильно покусала моего персонажа, что он сдох. Было неловко, было неловко. Че у нас по фракциям? Зеленый договор. С фиолетовым значком. Нейтралы к нам. Партия Шоба. Враги. Биматоры Бидуеро. Нейтралы. Восточный блок. Воинственное племя. Лакер. Племя дикарей. Каменное общество. Банда пиратов. Тоже наши враги. Давайте подыщем какую-нибудь... Какую-нибудь тепленькую локацию. Условно теплую, чтобы можно было высаживать растения большую часть времени. А какие еще раз? Желтые и фиолетовые наши друзья. Поищем что-нибудь... Что-нибудь рядом с ними, чтобы если что можно было торговать. Вот здесь сразу два поселения фиолетовых. Но здесь еще и три поселения пиратов. О, черт. Огромная карта. Все раскиданы как попало. Полупустыня. Полупустыня от минус двух? Нет. Что-нибудь... Что-нибудь потепляет поближе к экватору, да? Можно посмотреть здесь вариант. Рядом с дорогой. Что у нас здесь? Большие холмы. Круглый год можно высаживать. От девятнадцати до тридцати трех. Пятьдесят процентов Агава. Я бы хотел что-нибудь такое тропическое. Если вы понимаете, о чем я. Сам не понимаю, о чем я. Узкая река. Горы. Песчаник. Шиферный сланец. Агава растет. Здесь рядом... Хейтеры. Во, 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 во. Кстати. Кстати. Вот здесь куча фиолетовых поселений, с которыми можно торговать. Может быть, можно высадиться здесь. И они... Не буду считать, что мы претендуем на их мрамор. Сто процентов ягоды растут. Шиферный сланец. От семнадцати до двадцати четырех. То есть... В принципе, даже... В холодные времена достаточно комфортно. Средняя температура двадцать. Существуют здесь пещеры. Ну, это немного опасно. Но, я думаю, мы сможем с этим справиться. Преимущественно, лиственный лес, перемежающийся плодородными полянами. Среди деревьев и на равнинах обитает множество видов животных. Зимой движение затруднено из-за снега. Какая зима? Какая зима, если... От семнадцати до двадцати четырех. Ну, допустим. Допустим. Меня устраивает эта локация. А горы, и это прикольно. И... Prepare carefully. Давайте создадим персонажа, который будет отражать... Меня. Жона. Жонатан Ригби. Жоно. Скинем ему статы в минималку. Вы понимаете, к чему я веду. Сейчас увидите. Да. Допустим, сорок пять. Вообще плевать. Биологический возраст. Ни на чё не влияет. Сделаем ему какую-нибудь абсолютную фигню. Желательно, чтобы не блокировало... Другие скиллы. Общение. Минус два. Дальний бой. Вот. Дальний бой. Допустим. Не самый критичный навык. Тем более, учитывая, что у нас в начале не будет никакого оружия. Всё по нулям, кроме дальнего боя. И... Он будет настроен на изучение всего. То есть у нас такой получается Высокомотивированный, низкоквалифицированный персонаж. А это забавно. Уберём же на ненавистничество. Хотя это интересный перг, безусловно. Возьмём бегун. Он поможет спасаться от ранних опасностей. Железные нервы. Всё-таки он голый и один будет. И, наверное... А вы знаете, чё я возьму. Каннибализм, конечно же. Вот у нас Жонатан Жоноригби. 19 лет от роду. Ничего не умеет делать, но очень хочет делать всё. Бегун бегун бегает на 0.4 быстрее, чем стандартный персонаж. У него железные нервы, а значит порог нервного срыва ниже на 18%. И он может есть людей и носить одежду, сшитую из человеческой кожи. Ну, нормальный такой паренёк. 1800 поинтов. Можете повторить такой же билд и попробовать хардкорно повыживать. Жонатан Жоноригби. Начнём наше с тобой путешествие в мир Римворлд. Поехали. Первым делом нужно создать убежище. Каждый раз об этом помню. Нужно собрать чуть-чуть пищи на один приём хотя бы и заняться рубкой дерева. Предполагалось, что операция будет лёгкой, всего час под общим наркозом. Вы чувствовали себя в безопасности. А теперь вы просыпаетесь внутри спасательной капсулы, пробивающейся сквозь плотные слои атмосферы какого-то украинного мира. Если не брать в расчёт странную жижу, покрывающую всё ваше тело, на вас абсолютно ничего. Без подготовки. Почеркнуть. Без припасов. Тоже. Без инструментов. Абсолютная правда. Как выжить? Приземлился на Жону, у нас нет ничего. Ничегошеньки. У нас есть пещера, в которой... Мегапуки. Мегапуки в огромном количестве. Пещерные жуки. Наверное, среди каких-то ночей надо здесь сделать всё-таки ограждение. Так, чего у нас ещё здесь есть, где можно построить... Ещё одна мегапещера с мегапуками, да? Здесь я их не вижу, по крайней мере. Кстати, грибы можно добывать? Мы можем добывать грибы? Это тоже еда. Небольшая компашка зубр. О-о-о-о! Это... Это... Huge. Это big. Немного лечебного корня. Кайф. Ещё немного лечебного корня. Слушай, как плотно он напихан. Это надо будет собрать. Так, у нас здесь ещё одна пещера с мегапуками. Гигантский ленивец. А-ма-ма-ма-ма-ма. Стадо газелей. Бум-крысы присутствует. Ещё немножко пищи. Ну, наверное, самое лучшее место для нас... Кстати, я вот сейчас только заметил. Ты посмотри вот это местечко. Здесь есть залежи железа. Ну, пускай немного. Здесь есть дерево. Здесь есть дерево. Мы можем огородиться внутри этой лощины. Наверное, это так называется. Поставить здесь ловушки. И сделать двойной путь здесь. Диагональный такой, типа, зафигачить. Ну, можно, кстати, прямой просто. Вертикальку провести. Обязательно нужно будет отгородиться здесь. Залежи деталей рядом. Это... Это... Достаточно круто. Огромное количество железа внутри пещеры. Это тоже клёво. Самое страшное, если выйдут погулять мегапауки. Но, как бы... Тут действительно нужно один блок здесь. Один здесь. И два блока тут. И некоторое время они не будут нас беспокоить. По крайней мере. Или... Интереснее идея. Интереснее идея. Простите, что я так долго вступаю к игровому процессу. Я уверен, что вы хотите посмотреть, как я солюсь в ближайшее время. Можно пойти другим путём. Можно здесь оставить проход. Огородить здесь. Здесь с этой стороны всё вот так вот фулом. И если будут спауниться противники, они будут идти через эту пещеру, через мегапауков. Пытаться пройти через данный проход. И будет достаточно большая вероятность того, что они просто погибнут в битве с жуками и пауками. Кстати, пара носорогов. Тутит. То есть, такой тоже вариант событий есть. Мы можем сделать здесь перекрытие, поставить здесь дверь. И во время рейда эту дверь просто оставлять открытой. А здесь дверь оставлять закрытыми. И это круто. У нас здесь ещё... Это грязь. Это грязь. Это грязь. Я думал, что там хорошая земля, на которую можно высаживаться. Вот здесь неплохая, кстати, плодородная почва. 140% плодородности. Не особо далеко, между прочим. Наверное, стоит добыть немножко еды, первым делом. Притащить её сюда, срубить всё вот это. Ну, по крайней мере, то, что выросло на... На больший процент. Наверное, 87. 79. 86. 96. Для начала это неплохо. 73 тоже сойдёт. Здесь, может, что-нибудь есть. Мне нравится вручную выбирать созревшие деревья, скажу честно. Я вообще такой. Очень увлечённый револлым чувачок. Так что игнорируйте. Я иногда могу начать увлекаться такой хренью. Так. Определим. Режим дня. Добавим пару часов развлечения с утра, часочек с вечера. И будем чередовать, наверное, по 4 часа работы. 4 часа своих дел. Чтоб он не сошёл с ума. У него будет развлечение с утра, с вечера. Можно, кстати, второй час здесь. Два часа между. Достойно. Я думаю, достойно. Сразу отключим ему учёного. Обычного носильщика. Ремесло, художник, портной. Пока не важно. Садовод оставим. Фермер, строитель, охотник. Отключаем. Повара тоже пока... Хотя нет, повара оставим. Может быть, мы добудем какое-нибудь мясо. И его придётся разделать. Животновода точно отключаем. Надзор, добиватель. Отрубаем. Обычную работу. Носильщик плюс. Оставляем. Отдых. Отключаем. Будет отдыхать только по расписанию. Врач, пациент, пожарный. Отлично. И теперь точная настройка. Пожарный пациент. Сделаем низкий приоритет пациента. И низкий приоритет отдыха. Чтобы был. Вдруг он всё-таки ранится. И нужно будет его положить отдохнуть. И тогда он сможет некоторое время отдыхать. Носильщик плюс, конечно же, да. Работа 4. Повар 4. Строитель 2. Сейчас будет самое актуальное. Это фермер. Шахтер. На 4. Пока мы не будем добывать железо. Ближайшее время и камень. Я думаю, не до этого. И кузнец тоже на 4. Уборка тоже 4. Наверное, даже... Садовода тоже оставим. Наверное, нет. Всё-таки на 2. И строитель на 3. Первым делом соберёт еду. Потом соберёт дерево. И потом начнёт строить. А строить он начнёт. Давайте забабахаем примерную идейку. Чё я себе уже в голове напредставлял? Как это будет выглядеть? Пока он не добудет хотя бы чуть-чуть дерева. Без вариантов. Ну, он сейчас быстро апнет растеневодство. Угробив все лечебные корни. Не добыв ничего. Сейчас, кстати, замутим здесь склад. Наверное, пусть он ближе к входу находится. Чтоб ему не нужно было до конца постоянно бегать. Здесь мы будем собирать всё, кроме гнилой пищи. Включая трупы животных, механоидов и людей. И все изделия, абсолютно. Да, пока пойдёт. И здесь мы зафигачим дверь. Замутим лабиринт с парой ловушек. Ну, сейчас посмотрим. Надо первым делом, чтобы он достал немножко еды. Давай. Есть. Ух. Ты посмотри. Ты посмотри, как фигачит. Ты посмотри на этот... На эту скорость. Дядь. Давай ты возьмёшь все. Ты можешь взять? А, подожди. Подожди. Поселенец не назначен переносить. Ох, я дурачина. Я думаю, что он не несёт? Что он её жрёт на месте? Носильщик 4. И теперь он может перенести сразу все ягоды. Ебой. Всё. У нас есть немножко еды. Теперь он добудет дерево. Так, у нас есть дерево. Мы можем запланировать сразу... О, сори. Я кликнул мимо окошка. А теперь мы можем построить... приблизительную стеночку. Наверное, что-то такое. Типа такого плана. Здесь мы убираем. Ставим тут дверь. Тут дверь. И... Допустим, вот так. Для начала. А здесь будут стоять две ловушки. Три. Три ловушки. И ещё одна дверь здесь. И... Потом мы ещё напихаем здесь пару штук. И будет такой импровизированный проход. Так. Наверное, самое время сейчас поставить на изготовление кроватку. Допустим, тут. Сделаю здесь небольшую крышу. Первые дни должно быть относительно спокойно. Есть! Он справился с кроватью. Хорош. Хорош. И хотя бы он не будет жаловаться тому, что спит под открытым небом. Он спит на кровати и под крышей. Всё. Всё очень даже неплохо. Что он ожидал? Он голым падать. Так. И, наверное, зафигачим... Маленький столик. Где-нибудь здесь. С табуреткой. Наверное, вот так лучше. И тоже сделаем крышу. И это будет... Типа наше первое жильё. А ты... А, ну, пусть спит. Когда поспит, проснётся зафигачу табуретку и стол. И здесь, наверное, уже созрело ещё чуть-чуть дерево. 65. Ну, 65 достаточно, в принципе. Мне нужно сейчас всё дерево, которое мы можем себе позволить. Можно собрать. 77. Сойдёт. Этого должно хватить хотя бы на внешнюю стену. Надо хотя бы сделать... Наверное, можно... Частично вот это запретить. Сделать вот так. И запретить вот эту ловушку. И вот эту. Ловушки всё равно только на третьем уровне. То есть, если мы сделаем внешнюю стену для начала... И вот этот кусочек... Враг будет заходить, попадать в капкан, проходить в дверь. Ну, это не самый плохой вариант. Не самый плохой вариант. Можно сделать... Вот так. О, чёрт, он не смог сделать стол. Как у тебя настроение? Как у тебя скиллухи, дружище? Строительство единичка, растеневодство двоечка. Ну, ничего себе, ничего себе. Сытость полная. Энтузиазм. Обожаю делать то, что я делаю. Ну да, ты же во всём рад. Ситуация непростая, но основать своё поселение, это здорово. Сон на улице. Брат, извини, это придётся потерпеть. И с одеждой мы тоже рано или поздно... ...определимся. Тут ещё пару кустов должны созреть. Третий уровень растеневодства. Смотри, он ещё будет просто как... ...как бензопила пилить. Так, наверное, поменяем ему работу. Теперь... ...строительство будет приоритетом. У нас куча дерева есть. Есть. Ебой! У него есть стол. Теперь ты посмотри. Ты посмотри. Есть второй уровень строительства. Охренеть. Давай сделаем тебе импровизированную маленькую комнату, в которой ты будешь жить. И зафигачим сюда маленькую дверку. А, очень маленькая, но хотя бы ты не будешь жаловаться, что спишь на улице. Я надеюсь, мне хватит дерева для этого. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, недостаточно. Да, он забил. Ладно. Надо достроить обязательно внешнюю стену. Сто процентов. Потому что я чувствую, что следующая ночь... Здесь надо врубать вообще всё. Всё, что близко лежит. Следующая ночь уже будет страшна и опасна. Даже не ночь, наверное, следующий день. Я думаю, что мы... ...добьёмся чего-нибудь неприятного. Нужны оборонительные сооружения. Вот, как бы, да. Если он достроит эту стену... Сейчас, строительство сколько? Ну, 3000. Но у него летит там безумно быстро. Вот, смотри. Он построил, у него уже кес. То есть, он достроит эту стену... ...и у него будет уже возможность делать защитные сооружения. Так, голод. А тут ещё не созрели. Кусты, кусты, кусты. Ягодные кусты. Я не вижу. Я не вижу вблизи. Три штуки действительно нету? Вот это ближайшее? Вот здесь есть. Допустим. И вот эти. Я боюсь далеко уходить, потому что в любой момент всё может навернуться очком просто. Есть! Хорош, брат. Так, давай ты сейчас прекращаешь заниматься садоводством и будешь заниматься фермерством. И строительством на двоечку. Так, он покушал. Молодец. Перенеси сразу ягоды себе. 18 достаточно, чтобы перекусить ещё раз. А что у нас... Есть ли у нас третий уровень? Ё-моё, чуть-чуть не хватает. Давайте анлокнем этот участок. И снарядим его на добычу всего дерева, что созрело здесь и здесь. И поменяем ему приоритет. С фермерства на садоводство и строительство. Опа! Мёртвая зайчиха! Скорее воруй! Ё-моё, брат. У нас есть... Еда. Хо-хо! That's huge. That's big. Так, замутим место для разделки. Разделывать тушу. Бесконечно. И у нас будет немного места. И комнату можно будет расширить потом до стола. Но это пока не принципиально. Главное, что он не получает муд дебаф из-за того, что он на улице живёт. Ужасная спальня. Я даже не сомневаюсь. Но это не минус 6, это минус 4. Без одежды, недоедания. Это мы исправим. Это мы исправим. Ты разделаешь зайчиху, потом... Съешь ягоды. И у тебя останется мясо на ещё один перекус. Всё будет не так плохо, браток. Держись. Во! У нас есть мясо, которое два дня ещё не будет портиться. Так, чего у тебя там по навыку строительства? Ты сколько будешь... Мне голову морочить? Девять сотен ещё осталось. У меня есть идея. У меня есть идея, что можно построить. А чё тебе надо? Десять древесины? Ну тогда будь. Есть десяток. Чё тебе не нравится? Здесь мы зафигачим колышек. Ну? Ещё пять сотен. Так, давай построим тебе теперь нормальную хибару. Чё? Допустим, сюда. Чё-нибудь такое... Интересной формы. Вот это мы всё снесём. И копию двери поставим здесь. И это всё будет накрыто крышей, и ты вообще хорошо будешь время проводить. Давай, дядя, я тебя прошу. Третий уровень строительства. Погнали. Ой-ёй. Строить ловушку. Строить ловушку. Охеренно. Первый рейд пережили. Я прям... Я чувствую, что первый рейд просто позади. Ну, Рилл, всё, что нужно будет сделать, это переждать. Так, дядь. Ну, ты серьёзно? Да делай. Один кусочек-то. Всё. А это будет наш маленький провизи... А, уже здесь есть крыша. Ну, всё. Отлично. Отлично. Замутим сейчас здесь... Типа... Факел... Кстати. А чё там по мясу? Сколько ещё? Полтора дня. Мы можем зафигачить костёр. И приготовить мясо. Место для разделки. Переставим сюда. У нас семёрка мяса, этого недостаточно, чтобы что-то готовить из него. Там, по-моему, надо 10 мяса, 10 растительной пищи для того, чтобы он создал блюда. Так. Ты чё, отрыванулся? Что был за пик? Мне не нравятся эти пики. Не, вроде нет. Кстати, самолечение вернём. Пусть он... Пусть он лечит себя в сложных ситуациях. На кого же ещё можно порассчитывать, если ты голый и одинокий в этом мире? Куча ягодок, кстати. Оооо, чел, отлично. Отлично. Просто офигенно. А потом ты сходишь и добудешь ещё вот эту ягоду. И у нас будет небольшой запас пищи. И перенести. О, там мега ураган на улице опять. Кайф. Всё, он покушал, и у него нормально всё, да? Да, отдых. Сытость. Сильное недовольство. Я понимаю, что тебе не нравится унылая работа, друг, но... А теперь он испытывает уют в этой комнатке. Найс. Найс. Следующее, чем можно заморочиться, это здесь выслать ему деревянный пол. И, наверное, нам нужно начать готовить какую-нибудь пищу всё-таки. Допустим, начнём с того, что... Три, допустим, на себя будет готовить. Ну, нам не из чего, но в перспективе-то... Так, а теперь самое интересное. Мы начнём делать оружие. Нет, здесь нельзя. Ну, что ты такая упертая за люпа? Так, и что нам для начала нужно? Скрутить косяк. Кстати. Уберём все наркотики на данный момент. Из диеты уберём гнильё. И из одежды... От 51%, если вдруг найдётся одежда. О, чуть-чуть даже шкура есть. Трёшечка. Так. Но этого не хватит, чтобы сшить тунику. Но мы можем вырезать дубину. Допустим, сколько там? Три дубинки сделаем. Четыре. И после этого персонаж сможет изготовить себе лук. Жёна сможет сделать себе лук. Всё. Риск лёгкого нервного срыва. Всё, он начал в норму приходить. Дядь, ну это надо будет перенести, сам понимаешь. Тридцать девять еды. Ух. О, он может готовить. Да, приготовим. Солнечная вспышка. Ну, меня пока не пугает. Меня пока не пугает. У меня нет электрических устройств, чтобы это меня хоть как-то пугало. Е-бойчик! У нас есть три простых блюда. И, наверное, здесь стоит... Сделать тоже крышу. Чтобы оно не портилось на свежем воздухе. То есть оно всё равно расположено... Блин, оно всё равно расположено на улице. Что-то типа того. О! Я не хотел сменить название, я хотел расширить склад. Ты чё, развлекаешься, да? Тебе нечем заняться, да? Гуляешь? Хорошее время проводишь, да? Нормально, да. Понятно, что у нас сейчас убивать вообще придут. Нет, вообще не пугает, да? Какие же у него стальные нервы в натуре? Ох. Так, чё у нас на карте происходит? Здесь есть лечебный корень. Чуть-чуть. Ещё одна штучка здесь. Немного ягод. Я вот не знаю, почему он их игнорирует изо всех сил. Четвёртый уровень строительства. Ёма. Ты же делаешь. Оно же сейчас обрушится и раздавит тебя. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, не надо. Мы здесь, если чё, зафигачим солнечные батареи и прочую фигню. Не надо, не надо, не надо. Я понял. Это находится внутри. Я тебя уловил. Но не надо, браток. Не надо. Это я загнул, конечно, солнечные батареи. До этого еще нужно дорасти. Не надо, не надо. Убери крыши. Спасибо. Не надо здесь. Нет необходимости. Ну как он молодец. Сразу такой, шустро такой. Погнали. Вот здесь еще один кустик. Так, у нас есть еще достаточно ягоды. Недостаточно. На 4 штуки не хватит. Но пища уже... Достаточно, смотри. Уже некоторое время может существовать тут. Наверное, пора... Начать приучать нашего персонала... Персонажа... К добыче... Камня. Ты посмотри, как он медленно это делает. Залупа. Он даже один не добыл, а у него уже первый уровень. Вот что значит... Поселенец не назначил заниматься ремеслом. Так, вот что значит высоко мотивированный, низкоквалифицированный ремесло тоже 4 сделаем. Сделаем хотя бы дубину. А куда он ее положил-то? Он ее взял? А, он блюдо с собой теперь таскает. Ну, кстати, неплохо. Оно вообще же не портится, когда оно лежит. А, вот она лежит. Дубина из дерева. Нормально. Для начала неплохо. И мы добудем немного железа. Поднимем скильчик. И железо уже можно будет... У меня есть железо и компоненты здесь. Грозовой шторм! О, господи, страшно-то как! А, все? Ладно. Ну, это все сгорит. И это все сгорит. Кстати, надо проверить, что там по жилой зоне у нас сейчас. А, вот это все наша жилая зона. А вот это не наша жилая зона. Ты посмотри, как он фигачит. Ё-моё. У-у-у, смотри, разошелся такой тык-тык-тык. У нас уже немножко железа есть. То есть мы уже сможем ветряк установить. Сколько там для ветряка надо железо и компоненты? По-моему, два компонента, а... Так, 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 где она? Энергия. 100 стали, два компонента. Ну, ё-моё. Сотка стали-то здесь найдется, безусловно. Уже темно стало, он медленнее начал лупить. Но, тем не менее, 25, 50. Нормально. Ещё один кусочек. Этого будет достаточно. И сходить здесь, добыть компоненты. Две штучки. Детали. Прошу проверить. Компоненты, они в английской версии называются. Детали. Зачем ты ешь сырую еду, если у тебя... А, ты уже сожрал блюдо. Я понял. Я понял. Всё, прости за наезд. Понял, зря бы канул. Я хочу посмотреть, есть ли здесь... Кстати, дождь вовремя пошёл. Опа. Это моё. Есть ещё чё-нибудь мёртвое и готовое к употреблению в пищу? Нету? Опа. Вот это я его вовремя поймал. Ух. Нет. Ты шо, дурак? Я думаю, лучше не стоит. Ёапты. Он чуть не зашёл сюда, он бы мог изи погибнуть. Тем более, они там не спят вообще во всего. Они хотят убивать. Ты посмотри. Попробуем. Как я хотел изначально. Здесь сделаем стенку. Здесь сделаем стенку. А здесь сделаем дверь. Дадут они... Бля, они так близко тусят. Не, я не буду рисковать сейчас. Пусть они сперва уйдут. Или лягут спать. Куда ты идёшь? Не надо. Не надо это сейчас делать. Ты лучше закончи, перенеси компоненты. И они лягут спать. Мы потом займёмся. Всё, 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 всё. Нормально. И перенеси сталь сразу. Сколько у нас? 98 стали. Молодец. Молодец. Всё. Неплохо. У нас есть сталь. У нас есть... Три компонента. Ещё две единички стали надо. Отменим пока. Пусть он просто тупо один кусочек добудет. Построим ветряк. И уже с ним можно будет что-нибудь сделать. Так, здесь нужно вырубить всё дерево. И мы поставим ветряную мельницу. Ух, чёрт. Хватает места? Ну да. Ей даже ничего не должно мешать. И мы сможем подрубить кондей. Охлаждать склад. Только не сломай. Только не сломай. Красавчик. Ай, Жона, молодец. Ай, крест, девочек. Ты, посмотри. Это не самый эффективный... способ. Ты шо, сагрил? Ты чё, дебил? Беги. Он его сагрил. Беги. Ну ты быстрее однозначно. Всё, он передумал. Нахер ты туда лезешь, придурок? Зачем ты туда идёшь? Заблокировать. Всё, тебе это больше не надо. О, он даже убрался. Ничего себе, какой молодец. Тем не менее, нам нужна пища. Я вижу корень. Вот это то, что надо. Вот это то, что надо. Сразу его насильно сейчас отправим срубить все эти кусты. Я думаю, этого достаточно будет. Если там хотя бы половина из них окажется пищей в итоге. Нормально. А, засранец, он отравился. Он может... Тут даже описание добавили. Дубины из дерева. Древнейшее оружие человечества. Ну, отравление не очень хорошо. Не очень хорошо. У него теперь снижена скорость передвижения, работы, речи, там, прочей хрени. И это, конечно, нехорошо. И это, конечно, нехорошо. Ещё у него риск нервного срыва. Это тоже нехорошо. Если сейчас он ляжет спать, то... Он может пережить отравление. Да, всё, осталась только боль. Сильная боль. Сильно траванулся. Ах ты. Не повезло. Чё у нас по скиллам? Кулинария единичка. Горное дело троечка. Четыре строительства. Четыре растеневодства. Ремесло не качнулось с дубинки? Я чуть не посмотрел. Да, ремесло... Почти. Почти. Надо третий уровень ремесла. Нужно будет ещё добыть стали. Провести сюда провода. Подключить здесь охлаждалку. О, браток, совсем плохо, да? А, нервный срыв. Прекрасно. А, не-не-не, он просто... Он просто отказался чистить комнату. Браток, ну я ничего не могу тебе сделать. Как бы... Траванулся, но бывает. Да, наблюй на куст, потом собери оттуда ягодку. Молодец. Я очень сочувствую, честно. Это ужасно, больно и отвратительно. И он продолжает жрать ту же самую ягоду. А, выздоровление пошло. Окей, окей, ему чуть легче стало. И всё, он здоров. Я думаю, что это хорошее начало. И стоит притормозить. Обязательно сохранится сейчас. В скором времени, я уверен, тут такой расклад, что любой рассказчик пытается подпихнуть тебе новых персонажей в поселение. Если вы хотите добавить свой ник, запилите в комментариях идеи, ник, историю, что угодно. Если у вас есть идеи для названия поселения, я тоже буду рад их выслушать. А с вами был Жонни. Специально для канала... Может мы будем удалять текст? Нет, так не умеем. Жонни. Специально для канала JoyWire. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если ещё этого не сделали, ставьте лайки. Ваша поддержка неоценима. А наш персонаж, Жону, будет ждать вас в следующем эпизоде наших приключений в мире RimWorld. Ещё огромное спасибо. Берегите себя и своих близких. Всего хорошего. Пока.